В преддверии Дня Победы Алексей Чекунков почтил память участников Великой Отечественной войны в Хабаровске. Во время рабочего визита в наш город, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики вместе с губернатором Михаилом Дегтяревым возложили цветы к вечному огню. Сегодня они также навестили ветерана Петра Пруницу. Подробности в следующем сюжете. Свой двухдневный рабочий визит в Хабаровск министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков начал с возложения венка и цветов к вечному огню. Почтить память погибших во время Великой Отечественной войны пришли также школьники, юно-армейцы и волонтеры Победы. Петр Васильевич, я изучал ваш боевой путь и обратил внимание на то, что мой собственный дедушка Федор Чекунков, похоже, боевой путь шел. Ветерану Великой Отечественной войны Петру Прунице месяц назад исполнилось 95 лет. На фронт он ушел, будучи подростком. Тогда специально приписал себе два года, чтобы подходить под призывной возраст. Мой возраст только призывался, в 47-м году призывался в армию. А вы уже ветераном были. Я уже ветеран, я уже успел получить ранение, уже повоевать, уже хлебнуть этого всего. С 44-го по 45-й год Петр Васильевич участвовал в боевых действиях по освобождению Чехословакии, Польши и Германии. В 45-м получил ранение и был отправлен в госпиталь. Там его застала весть о Великой Победе. За боевые заслуги, мужество и отвагу Петр Васильевич награжден Орденом Отечественной войны второй степени. Медалями за боевые заслуги, за победу над Германией и многими другими. Вам спасибо и за подвиг ваш, и за энергию, за жизнелюбие. Любо-дорого смотреть. Вам спасибо всем. Дай Бог вам здоровья. Всем спасибо, которые нас не забывают, не бросают. Также губернатор Хабаровского края пригласил Петра Васильевича и его семью 9 мая на парад войск Восточного военного округа, который пройдет на площади Ленина. Александр Пескун, Смотри Хабаровск.